Субтитры создавал DimaTorzok Институт присяжных поверенных. Как отмечалось, без них решительно невозможно будет введение состязания в гражданском и судебных прений, в уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и предоставления полной защиты тяжущимся и обвиняемым перед судом. Дом номер 28 на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. На протяжении своей истории этот особняк, одна из архитектурных жемчужин города, неоднократно менял владельцев и постоянно перестраивался. Ныне он принадлежит Министерству юстиции Российской Федерации и носит гордое название «Дом юриста». Именно в этом здании прошла встреча, посвященная 150-летию российской адвокатуры. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. С вашего позволения я начну нашу сегодняшнюю беседу, но не на правах хозяина, конечно, потому что хозяином нашей встречи является Евгений Васильевич Семеняко, президент Федеральной Палаты адвокатов. И я хотел бы сказать о том, что мы собрались здесь в 2014 году. Ровно 150 лет тому назад волею монаршей родилась великая российская адвокатура. 150 лет – это славный юбилей, и мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обсудили вопросы, почему и как мы прошли этот путь. Все-таки в каждой стране адвокатура имеет свою историю, имеет свою судьбу, но я беру на себя смелость утверждать, что такой сложной, трагической истории, как история русской адвокатуры, российской адвокатуры, мне кажется, ни одна адвокатура, по крайней мере, 19-го и 20-го столетия не знает. Мы как бы вышли из двух совершенно несовместимых, на первый взгляд, предшествующих, так сказать, адвокатур. Присяжной адвокатуры довеволюционной и советской послеволюционной. И таким образом вот отпечаток и то, и другой. С одной стороны, некий идеал в лице адвокатуры-присяжной, а с другой, то, от чего как-то всем хотелось освобождаться, это от советского вот этой колеи, от этой коросты административного, властного, так скажем, контроля за адвокатурой. Когда адвокат при все был лишен того главного атрибута, что отличает нашу профессию, это возможности свободного. Независимости. Независимости. Судебные уставы отделили гражданское судопроизводство от уголовного, ввели новую систему судебных органов, а также суд присяжных, к подсудности которого было отнесено подавляющее большинство уголовных дел. Роль адвоката в суде присяжных особенно велика, поскольку он апеллирует к непредвзятому и независимому мнению представителей народа. Судебная реформа 1864 года позволила России приблизиться по уровню судебной защиты прав граждан к наиболее развитым государствам мира. Задача судебной реформы заключалась в том, чтобы отказаться от некого подчиненного представления о личности и попробовать внести совершенно новый аспект, двигаться, сделать шаг на пути к равенству людей. Отсюда, собственно говоря, ценностью каждого отдельного лица во многом были проникнуты конкретные речи, судебные речи, которые представляли из себя абсолютно во многих смыслах художественное произведение. Ну, по крайней мере, я не буду спорить с этим мифом о том, что они были абсолютно классические, интересные, но тем не менее это был совершенно новый, условно говоря, элемент культуры. До этого такого рода элемента культуры не было, а вот появление этого нового элемента культуры – это исключительно важно. Эпоха присяжной адвокатуры закончилась в ноябре 1917 года. Декретом о суде номер один Совет народных комиссаров упразднил все действовавшие ранее судебные учреждения и адвокатуру. Лишь в 1922 году она была воссоздана, образованы коллегии защитников по уголовным и гражданским делам. Несмотря на чистки и репрессии, значительное ограничение независимости, адвокатура сумела сохраниться как высокопрофессиональная интеллигентная среда. Но в советское время, как и до 1917 года, не был решен вопрос объединения адвокатов в одно профессиональное сообщество. Долгое время представители советской власти боялись объединения адвокатуры в единый союзный орган. И боялись не без оснований. Поскольку, пожалуй, единственная организация, которая существовала в стране, которая легально, законом провозглашалась независимым ни от партии, ни от государства. И это не могло не вызывать опасения, а не то произойдет, какое-то объединение... Но советская власть, она, извини, она, у которой терпела просто, потому что без нее было нельзя. Да, но тем не менее, мы должны сказать, что объединение востребовано было адвокатами, и власть активно противодействовала созыву первых учредительных мероприятий. Но тем не менее, это состоялось. Но хотелось бы отдать должное тем руководителям российской и советской адвокатуры, которые справлялись вот с этой раздробленностью. Когда возникали вопросы общегосударственные, правовые вопросы, они обсуждались на пленах Верховного Суда, СССР и так далее, но адвокатов не приглашали. Я помню, я когда-то задал вопрос Верховному Суде, почему они адвокатов никогда не приглашают? Они мне сказали, а кого приглашать? Мы не знаем, кто может представительствовать от всей адвокатуры. Нет такого органа, нет такого лица. Если мы пригласим московского адвоката, какой-нибудь тульский, и тем более сибирский адвокат скажет, а что он, я не давал ему полномочий представлять. Поэтому возникла идея, что нужно какое-то объединение, которое представляло бы мнение адвокатуры, потребности адвокатуры, отношение к тем или иным законам, существующим, проектам закона и так далее. Начиная с 60-х годов 20-го века, адвокатура, благодаря росту профессиональной самостоятельности адвокатов и развитию самоуправления в коллегиях, постепенно становилась более свободной по сравнению с остальными группами общества средой. Слово предоставляется адвокату Лазаревой. Товарищи судьи, всякое рассматриваемое уголовное дело в суде имеет свои особенности. Наиболее мужественные адвокаты решались самостоятельно выбирать позицию по делу и оспаривать обвинения даже в политических процессах против диссидентов. Хотя исход таких дел был предрешен, усилия защитников не пропали даром. Они показали, что адвокатура начала возрождаться как институт, играющий важнейшую социальную роль. Если государство только декларирует права и свободы человека, но никак их не обеспечивает, не гарантирует, то оно относится к адвокатуре как ненужной, вредной, может быть, организации, но в лучшем случае как декоративной организации. Но все-таки, мне кажется, вот, коллеги, я не знаю, вы меня поправите, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь что дальше происходило? Не будем забывать, что, между прочим, вот конец 80-х, начало 90-х, это ведь, между прочим, время, когда, так сказать, рушился Советский Союз. Порыв к свободе. Да. Вместо с этим власть, Министерство юстиции, никто никаких новых законов не принимал, а тем не менее, скажем, Минюст уже по факту, не Де Юра, а по факту, так сказать, не мог пользоваться теми рычагами и теми возможностями, которые у него были. Положение сохранялось. Знаете, какая парадоксальная ситуация. Положение об адвокатуре остается прежним и существует, а адвокатура живет уже совершенно на новую ладь. Да, но, кстати, Министерство юстиции, между прочим, вообще вставляло колеса, в колеса палки вставляло тогда, когда хотели создать Союз адвокатов СССР. А вот здесь, Юрий Михайлович, совершенно правы. Дело в том, что адвокатское сообщество, как может быть и вообще все граждане СССР, оказались не очень готовы и способны ответственно, именно ответственно отнестись вот к этой свалившейся свободе. И поэтому в нашей корпорации начались отнюдь не только позитивные процессы в связи с этим. Как раз в этот период было знаменовано тем, что многое вдруг стало возникать такого, что не только не усиливало, так сказать, нашу профессиональную корпорацию, а наоборот ее всячески ослабляло. Союз адвокатов СССР, созданный в 1989 году, стал благоприятным импульсом для развития российской адвокатуры. Но через два года произошел распад страны. Адвокатам России пришлось искать новые пути к созданию единого сообщества. Ситуация осложнялась тем, что в ряде регионов были основаны параллельные коллегии адвокатов. Следующий, собственно, этап – это начало 90-х годов, когда вот был начат эксперимент первым министром юстиции Российской Федерации Федоровым, который у нас нынче руководит сельским хозяйством, так сказать. По его предложению был допущен эксперимент, и стали создаваться так называемые параллельные коллегии адвокатов. Ну, их по-разному называли – параллельные, диагональные, там, одноклеточные, так сказать. Много народу стебалось на тему, как бы, как бы, по обидней термин придумать. Но на самом деле это же была потребность. Все равно. То есть адвокатура не предлагала рынку, все равно, скажем так, не покрывала вот тот запрос, который формировался на оказании профессиональной юридической помощи. И вот спешно стали создаваться эти вот коллегии. Я, честно говоря, не хочу вот своим коллегам из этих параллельных адвокатских образований предъявлять больших претензий. Они делали то, что можно было делать с их условиями. Качество юридической помощи, оказываемой представителями параллельных коллегий, не всегда отвечало высоким критериям, установленным для традиционной адвокатуры. Тем не менее, закон, на основе которого могла быть создана единая адвокатская корпорация с общими квалификационными, профессиональными и этическими стандартами, до 2002 года так и не был принят. Почему? Потому что здесь по-настоящему сталкивались интересы, ну, я бы сказал, могущественных ведомств. Здесь сталкивались, я бы сказал, идеи, разные идеи, идеи, ну, условно говоря, не знаю, такие сильно государственические и идеи либеральные, не поверю сказать этого слова. Были и в адвокатском сообществе, кстати сказать, самые разные представления о том, как организовать адвокатуру. адвокатура стала превращаться в проходной двор. Потому что в адвокатуру хлынули абсолютно негодные представители правоохранительной системы. Это дискредитирующие себя следователи, это судьи изгнанные, это прокуроры там, не знаю, проваловавшиеся и прочее. Понимаете, и сослона никакого не было, потому что Министерство юстиции, оно, собственно говоря, в отместку за то, что традиционная адвокатура говорила о необходимости предоставления большей свободы, она говорит, свободы хотите, а вот мы эксперимент создаем, вот эти самые параллельные коллеги. И страшно, конкуренция, когда должна быть между адвокатами в адвокатуре, превратилась в конкуренцию между адвокатскими образованиями. И каждая новая коллегия стремилась как можно больше принять в себя людей. Это же был кошмар. Ну, я тоже очень хорошо помню это время. И, в общем, сегодня могу сказать, как представитель Санкт-Петербургского, в то время еще даже Ленинградского юридического общества, что именно у нас, в нашем городе, появилось вот это ощущение, ну, оно материализовалось, что называется, когда в воздухе вот эта идея о необходимости консолидировать адвокатское сообщество уже детала. Время показало, что, на самом деле, многое из этого противостояния было очень лишним. Это объективно очень ослабило нашу корпорацию, между прочим, и задержало, на мой взгляд, реально, как минимум, так на десяток лет принятие закона об адвокатской деятельности. Так и получилось. Анна Николаевна, может быть, вы вспомните. Мы, честно говоря, все совершили очень много ошибок на этом пути. И сегодня, мне кажется, вот некая фиксация только таких, как бы, побед и таких положительных итогов, она тоже была бы неправильной, потому что, ну, как это, возникал бы вопрос, а не слишком ли идеальными мы такими выглядим, пытаясь уйти от некой конфронтации между традиционными, альтернативными коллегиями. Мы, инициатором этого был Евгений Васильевич, тут был создан Совет адвокатуры. В начале 2000-х годов в рамках судебно-правовой реформы проводилась в жизнь программа развития судебной системы. Она включала значительное расширение деятельности мировых судей, введение по всей стране суда присяжных, разработку и принятие новых процессуальных кодексов, реформирование органов юстиции, следствия и адвокатуры. В связи с этим подготовка нового закона об адвокатуре стала одной из наиболее актуальных задач. И вот Евгений Васильевич правильно упомянул Дмитрия Николаевича Казака. И, в общем, мы говорили таким образом, вот все, насколько я помню, и Женя, и Юра, что сами не примем закон. За нас это сделает государство. И вот, по счастью, к нам прислушались, и закон создавала рабочая группа, куда, в общем, вот и мы с Евгением Васильевичем входили. И фактически, фактически, закон об адвокатуре был принят, где закреплены были самые передовые мировые стандарты организации нашего профессионального сообщества. В начале 2000-х годов президентом Российской Федерации была провозглашена задача и поставлена задача по масштабной судебно-правовой реформе, где необходимо было провести полную инвентаризацию, так сказать, всех тех правил, норм, которые унаследовали еще от Советского Союза, так сказать, да, и наша судебная правоохранительная система, и, конечно же, адвокатура. Томбитская реформа адвокатской деятельности была одним из важнейших элементов судебно-правовой реформы, которая проводилась в 2001-2002 году. Что касается адвокатуры, то это решение о том, что необходимо принять федеральные законы об адвокатуре было принято в самом начале, когда планировалась судебно-правовая реформа. И я хочу отметить, что вот этот элемент судебно-правовой реформы, на мой взгляд, прошел наиболее эффективно, наиболее безболезненно, благодаря, прежде всего, самому адвокатскому сообществу, которое тогда действовало без всяких правил, там, так сказать, да, адвокатской деятельностью занимались, кому не заблагорассудиться, даже, так сказать, люди без образования необходимо было упорядочить, регулировать эту деятельность, необходимо было заново создать институт и механизм функционирования адвокатского сообщества на принципах самоорганизации, видимо, благодаря тому, что, ну, еще и в советское время, так сказать, да, адвокатура действовала на специфических советских, какие возможны были в то время, так сказать, да, принципы самоорганизации, поэтому они достаточно быстро адвокаты, российские адвокаты, тогда организовались, прежде всего, московские, петербургские адвокаты. Вообще, я, кстати, коллеги уважаемые, обратил на один момент. Когда этот закон был в проекте и обсуждался, довольно многие наши коллеги, нам всем хорошо известные, себя позиционировали как противники этого закона. Прошло время, и вдруг, так сказать, ничьих голосов из тех, кто тогда себя таким образом, так сказать, представлял адвокатскому сообществу, не осталось. Сейчас, оказывается, закон прошел почти на ура, и все, так сказать, вроде все мы были за. И это, мне кажется, это очень хорошо. Это хорошо, значит, в глазах адвокатского сообщества, на мой взгляд, этот закон сыграл вполне позитивную роль при физиковых там недостатках, ограниченностях и обусловленных, так сказать, тем периодом. Да нет, достоинства у этого закона больше, чем недостатка. Совершенно верно. Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации был принят в мае 2002 года. На его основе впервые в России создана единая адвокатская корпорация в масштабах всей страны. Образованные в каждом субъекте Федерации адвокатские палаты, объединившие адвокатов на основе обязательного членства, вошли в общероссийскую организацию, Федеральную палату адвокатов. В январе 2003 года состоялся первый Всероссийский съезд адвокатов. Ну, во-первых, да. Вы же были там на этом съезде, он же творился вашими руками. Ну, первый съезд был не до слабонервных. Да, это... Вот как раз первый съезд, он... Какая таинственная улыбка проликнула по вашим лицам. Он очень органично, между прочим, вырос из того состояния адвокатского сообщества, которое и было. Он иным быть не мог. Да, правильно. И это было, в общем, проявление как раз демократизма в адвокатуре, потому что слово получали все, не могли договориться, потому что адвокатское сообщество раздирали противоречия. И тогда решили, что будут вести вот этот съезд. Трое адвокатов возглавляли общественные вот эти вот организации. Федеральный союз адвокатов, Ассоциация адвокатов. Правильная метафора. Адвокатура, рожденная в муках. Конечно. Да, думаю, что... Абсолютно правильно, да. А иначе не могла рождаться. И очень хорошо. И надо сказать... Чем больше мук, тем более здоровый ребенок. Этот институт достаточно быстро, буквально, мое впечатление такое, года два-три, он полностью заработал. Заработал и до настоящего времени работает достаточно успешно и эффективно. Вот этот элемент судебно-правовой реформы, потому что я всеми элементами этим занимался, с благодарностью вспоминаем и тех адвокатов, которые приняли активное участие в разработке этой конструкции, этого всего механизма, повторяю еще раз, заново надо было сделать. Это и Евгений Семеняк, и Генри Резник, Андрей Макарова, они приняли самое деятельное участие, подготовили законопроект, его всесторонне обсудили, в законодавокатском сообществе, он достаточно быстро был запущен и на реальной практической жизни заработал. Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации был окончательно принят в мае 2002 года. Он заложил основы деятельности российской адвокатуры в соответствии с принципами законности, независимости, корпоративности, самоуправления и равноправия адвокатов. Думаю, все-таки главное в адвокатуре, и коллеги, наверное, со мной согласятся, это ее полезность и ее эффективность в решении задач. Это оказание эффективной и полезной юридической помощи. Есть оценщики, это клиенты. Есть оценщики, это клиенты. Не государство. Не государство. Абсолютно. Совершенно все справедливо. И правильно говорит Генри Маркович, что новый закон об адвокатуре имел нишу в виде адвокатских бюро, где предполагалось, что будет формироваться то, востребованное рыночными отношениями пространство. Но параллельно развивался и другой процесс, что многие не пошли в эту нишу, а создавали юридические бюро, которые оказались в более выгодных условиях. Никто не подумал о том, за счет чего же адвокатура будет превращаться в новую, за счет каких финансовых институтов. За счет заработков адвокатов, гонораров, клиентов. Да, Генри Маркович, единственный источник. Единственный источник. И это подтверждает ваш вывод. Только отдельные единицы из адвокатов сегодня находятся в достойных помещениях, с достойной техникой и так далее. Я могу назвать это 15-20%. Важнейшая сфера деятельности Федеральной Палаты адвокатов – защита профессиональных и социальных прав адвокатов в том числе право на достойное вознаграждение за участие в судопроизводстве по назначению органов предварительного расследования и суда. Усилия Федеральной Палаты адвокатов, направленные на увеличение ставок оплаты и совершенствование порядка расчета вознаграждения, приводят к положительным для адвокатского сообщества результатам. Адвокаты как раз относятся к категории и социально незащищенной, и морально незащищенной. Если говорить о социальной незащищенности, то наши женщины не получают никаких пособий по беременности и родам, мы не получаем никаких пособий по лескам нетрудоспособности, мы исключены из системы социальных отношений. Я уже не говорю о том, что пенсии адвокатов самые низкие из всех категорий, а уж это совсем несправедливо. Если деятельность адвоката публично-государственная, об этом нет сомнения, потому что ни один процесс уголовный не состоится без адвоката. Если прокурор в социализательном процессе получает одну пенсию и одну заработную плату, то адвокат получает намного в разы меньше и пенсию, и оплату за свои труды. Это несправедливо тоже, несправедливо отношение общества и государства к адвокатуре. С этим тоже нужно бороться. Одно из главных направлений работы региональных адвокатских палат организация оказания адвокатами юридической помощи гражданам бесплатно. Приметой сегодняшнего дня стало создание центров бесплатной юридической помощи. В некоторых регионах они образованы по инициативе самих адвокатов. Такие центры работают, например, в Самарской и Нижегородской областях. Сегодня по Нижегородской области этот процент вырос до 80. Восьмидесяти, восьмидесяти, процентов по уголовным делам это дела по назначению. Люди не способны оплатить за оказание юридической помощи. Большое число людей и гражданской правовой помощи нуждающихся получений оплатить не способны. И в этом это и политическая составляющая для государства. Наконец, это тот путь, которому идет цивилизованный мир. Коллеги, я прошу прощения, не хотел бы немного сместить акцент. Мы поговорили о законе, может быть, еще продолжим о нем говорить, но есть еще такое явление, совершенно уникальное, как мне кажется, для нас. Как кодекс профессиональной эргии. Что это для нас, Евгений Васильевич? В отличие от наших предшественников, присяжных адвокатов России, у нас впервые, кстати, даже в советское время, никто не рискнул создать писанный свод правил профессионального поведения. Должен сказать, что в советской адвокатуре, между прочим, традиции не умерли, себя блюли, кстати сказать, и была дисциплинарная практика, и Санкт-Петербургская, но это было не писано. Мне кажется, что на сегодняшний день и в Федеральной Палате, и в самом сообществе, в большинстве его представителей вполне осознается необходимость такой постановки профессиональной обучения адвокатов, чтобы она носила, во-первых, системный характер, была адресна в отношении разных, так сказать, групп нашего профессионального сообщества, и самое главное, это ее системность и постоянность. Канон адвокатской профессии, как и врачебной, повышение квалификации, часть профессии адвокатной. Я бы даже просто сказал, на мой взгляд, повышение профессионального мастерства, постоянное профессиональное обучение, это часть уставных так называемых обязанностей. Это записано, кстати, два руководителя крупнейших коллегий, а один объединение всей страны, говорят, в общем-то, отбучной истины, что адвокат должен совершаться. Скажите, проблемы есть? Есть лишь проблемы. Но если есть, понимаете, чем легче, это нет, насчет способов, все-таки я думаю, что мы лучше отдельно поговорим о системе. Давайте успокоим. Есть. Больше того, она не только есть, дело в том, что эта проблема относится к числу как раз таких проблем, 75 тысяч адвокатов, между прочим, так сказать. У нас в палате численностью, там, скажем, от 30 человек до 8 тысяч человек, как это в Москве. Есть проблемы организации. В Российской империи на 11 тысяч населения приходился один присяжный поверенный. Потом, как известно, Владимир Ильич Ленин ликвидировал адвокатуру, она возродилась только в 22-м году. До конца 80-х годов практически существовал лимит численности. Один адвокат на 13 тысяч населения, этот лимит устанавливался органами власти, но после этого, где-то в 88-м году, этот лимит численности адвокатуры, так же, как и предельные размеры гонораров адвокатов, были отменены. И уже постсоветский период произошел существенный рост численности адвокатов. И на сегодняшний день это вполне уже серьезная цифра. Один адвокат на 2 тысячи населения России. За последние годы количество тех, кто по окончании вуза хочет стать адвокатом, увеличивается. Мы каждый месяц, я член квалификационной комиссии адвокатской палаты Московской области, то есть это та комиссия, которая принимает в адвокатуру, принимает экзамены. Каждый месяц принимаем экзамены приблизительно у 35 человек. Записаться крайне сложно, запись идет чуть ли не на полгода вперед. Конечно, не все сдают экзамен, потому что не все готовы. Что мы проверяем? Готовность и способность действовать уже в определенной процессуальной ситуации. И сразу после окончания вуза нельзя сдать экзамен, нужно еще отстажироваться от года до двух, либо заниматься практической юридической деятельностью не менее двух лет. То есть то время, когда ты понимаешь самостоятельно, можешь ли ты то, что узнал, применить на практике. А вы знаете, я хочу вот что сказать. Мы при обсуждении, конечно, вышли в общем-то на какую-то очевидную, может быть, истину, что адвокатура часть общества, если больное общество, если правоохранительная система в целом в таком состоянии, то что требовать адвокатуре? Адвокатура, она приспосабливается к этому. Это только часть истины. Я полагаю, что адвокатура должна быть лучше того общества, в котором она находится. Присяжная адвокатура была лучше той матушки России, которая была... Потому что с нее требовалось больше. Кстати, я считаю, советская адвокатура, между прочим, она была тоже лучше того общества, в котором она жила. и мы сейчас. Она же была частью общества. Она была частью, но с другой стороны, я могу сказать, я действительно, все мы помним представителей старшего поколения, кстати сказать, многие фронтовики и прочее. В общем-то, нужно сказать, что я бы сказал так, честью и достоинством профессии, в общем, в принципе, не торговали. И сейчас мы не должны пенять на несовершенство социальных условий, вообще-то мы живем в несовершенном мире. А мы, как руководители адвокатских образований, мы, как палата, должна обеспечивать высокий профессионализм и этические стандарты адвокатской деятельности. Я считаю, что практика подтвердила правильность, так сказать, тех моделей, которые были тогда, которые тогда конструировались. и считаю, что российская адвокатура состоялась, она на этих принципах будет работать долгие годы. Во всяком случае, никаких серьезных нареканий со стороны потребителей этих услуг. Мы в настоящее время не слышим, адвокаты выполняют честно свой долг, защищают права и законные интересы граждан. У меня, во всяком случае, я не сталкивался, слава богу, с адвокатурой за эти годы лично, но у меня создаются самые хорошие впечатления от работы российской адвокатуры сегодня. Адвокатура всегда играла роль буфера, лакмуса и бумажки в обществе. Там, где нет сильной адвокатуры, там никогда не будет сильного гражданского общества, там не будет демократического государства. Поэтому сейчас признание роли адвокатуры, я бы сказал, переживает, наверное, вторую революцию. Нам очень важно, если в советское время что же компромисс был между государством, и мы оказывали бесплатную помощь населению, а государство предоставляло нам помещения бесплатно, телефоны, какой-то был такой негласный компромисс, и он устраивал адвокатуру и государство. Сейчас нужно переходить и государство другое, и адвокаты другие, и действительно нужно переходить на новые цивилизованные отношения адвокатуры и государства, чтобы поднять престиж социальную роль адвокатура в обществе. Российская адвокатура чрезвычайно молодая, всего 150 лет, если сопоставить с другими, хотя бы соседними государствами, мы это увидим. И это профессия вечная, она бессмертная профессия. Пока остаются люди, пока у них остается душа, адвокатура будет обязательно центровой профессией, взывающей милость к падшим. А наша задача это сохранить и отстоять нравственные начала нашей профессии, несмотря на то, что происходит за нашими границами. По моим оценкам, происходят вещи страшные, идет расчеловечивание. Но пока у человека остается душа, наша профессия бессмертна. если бы мы могли собраться и сказать, что все идеально и прекрасно, то может быть тогда уже не нужна была бы адвокатура и некие проблемы, которые сегодня решаются с помощью адвокатуры, они решались бы некими другими путями. Мы как это, мы в дороге, мы в пути, да? И с одной стороны, этот путь дает нам возможность оглянуться назад на 150 лет и увидеть, в общем, как мы сегодня, может быть, обозначили достаточно коротко блестящие моменты, которые говорят о том, чего можно достичь в нашей профессии, если ты отдаешься с пылом, с интересом, с полной отдачей. Ну, наверное, и в случае того, о чем мы сегодня, в общем-то, наверное, не будем говорить, но тогда, когда, в общем, иногда становится стыдно. Но, тем не менее, если говорить о неких итогах существования нового закона, понятно, что в историческом плане это совершенно маленький отрезок времени, да. Для меня, например, очень здорово, я, когда я вспоминаю вот вещи, связанные там с первым съездом, с некой работой, которую пришлось и до съезда, и после съезда делать, я понимаю, что это часть моей судьбы, это часть того дела, которому я, в общем-то, посвятила 40 лет своей жизни, и, честно говоря, понимая, что не доделано что-то там, не сделано здесь, я думаю, что многие вещи все-таки мы сделали правильно. После принятия закона об адвокатской деятельности и адвокатуре осталась нерешенно серьезная проблема в сфере оказания правовой помощи. Не устранен так называемый дуализм юридической профессии. Наряду с адвокатами юридические услуги гражданам и организациям предоставляют юристы, деятельность которых не регулируется. Среди них немало высококвалифицированных профессионалов, но встречаются и недобросовестные лица. Теперь у человека, которому нужна помощь юриста, есть выбор. то ли обратиться к адвокату, нотариусу, нотариуса не заменить, в данном случае адвокату или не адвокату, или к посреднику. Этот посредник может не иметь высшего юридического образования, может вообще иметь плохую репутацию, даже судимости или что-то, но он берется, берется за оказание юридической помощи, что вообще-то в корне подрывает даже состязательность процесса, потому что может получиться так, что человек, который берется оказывать юридические услуги, оказывает совсем другие услуги. Очень эффективно. Человек может иметь среднее образование, две судимости и быть племянником председателя городского суда. Внутренний мир это гораздо сложнее и нередко попадают люди, которые хотели бы с первого дня иметь много и ничего не делать и минимум работы. Это, к сожалению, проблемный вопрос, но этот проблемный вопрос мог бы разрешаться Юрий Сергеевич, если бы быстрее, более быстрыми темпами и цивилизованная, если бы в России, как и в Европе, была бы введена монополия адвокатская на представительство в судах. А когда ее нет, то нарушителя или не надлежащего исполняющего свое поручение адвоката мы лишаем статуса, а он переходит в сферу оказания услуг, регистрируется как индивидуальный предприниматель, у него нет никаких обязательств по бесплатной помощи уголовной правой, бесплатной помощи гражданской правой, у него нет обязательств соблюдать кодекс профессиональной этики. По мнению Федеральной Палаты адвокатов, следует ввести так называемую адвокатскую монополию, то есть исключительное право адвокатов на оказание квалифицированной юридической помощи. Это необходимо в сферах, где особенно важен высокий уровень профессионализма и ответственности юриста, который может быть обеспечен только при условии его принадлежности к адвокатской корпорации. Я очень надеюсь, что все наши диалоговые площадки, вообще наше сотрудничество приведет к ясному, четкому результату. Сама профессия, без участия государства, потому что эта профессия независимая, наберет силу навести внутри себя порядок, избавиться от тех, кто не достоин быть внутри профессии. Создав эти условия, у государства появится возможность определенным образом изменить регулирование, сделав, придав большее значение адвокатуре как участникам процесса. Сегодня адвокатская монополия есть только в уголовном процессе, эта монополия может быть расширена. но для этого адвокатура должна отвечать определенным требованиям. У нас есть госпрограмма юстиции, в рамках нее мы разрабатываем концепцию реформирования профессии, делаем мы это вместе, и мы это должны сделать таким образом, чтобы с одной стороны сильный, развитый, честный адвокатский бизнес не пострадал, а с другой стороны, чтобы все-таки изменения не произошли. 150 лет назад отцы-основатели российской адвокатуры вписали нашу профессию золотыми буквами в историю, в контекст российской культуры. Наравне с именами великих русских писателей и композиторов, художников, ученых, архитекторов имена российских адвокатов сегодня, спустя полтора века, по-прежнему в памяти людской, в памяти общественной, в отличие, кстати, от имен наших коллег из других юридических конфессий, я имею в виду прокуратуру, суд. И вот сегодня, когда мы, как никто другой, знаем о всех недостатках, о всех преградах, о всех, знаете, проблемах, с которыми мы сталкиваемся на нашем профессиональном пути, все-таки хочется надеяться на то, что в целом адвокатура вот эти полтора века российской адвокатуры идет правильной дорогой, достойной дорогой, потому что свидетельством этому является одно обстоятельство. «Когда в дом приходит беда, люди идут в первую очередь к адвокату». Такой коллективный панигирик, который прозвучал, есть плюсы, есть достижения, но на самом деле, может быть, нам всем есть, для каждого из нас есть какой-то дополнительный стимул жить и трудиться продолжать активно, потому что в значительной степени от нас все-таки зависит, куда наша профессия и каким образом пойдет дальше. Все-таки я вот, относя себя к числу исторических скорее оптимистов, чем наоборот, должен сказать, что я вижу весьма, так скажем, позитивные перспективы для нашей профессии, потому что за эти годы наше профессиональное сообщество несомненно окрепло. Мы лучше начинаем осознавать необходимость корпоративной солидарности, выработки вот этого корпоративного духа, на котором, мне кажется, и прежде всего должна держаться наша профессия. Мы лучше понимаем, почему нам надо все-таки руководствовать и, безусловно, следовать тем этическим и профессиональным стандартам нашей профессии, только поэтому или благодаря этому мы только можем себя позиционировать в качестве представителя этой древнейшей профессии, но одновременно каждый раз очень современной, потому что может быть никакая другая профессия так не востребована современниками, как наша замечательная адвокатура. И поэтому что бы, так сказать, не происходило в государстве, в обществе, я убежден, что мы, так сказать, всегда будем рядом с теми людьми, которые живут в каждой данной исторической момент, живут в стране, которые всегда будут нуждаться в совете вот того самого профессионала-юриста, которым и должен, так сказать, выступать адвокат. В год своего 150-летия российская адвокатура стоит на пороге решения трудных задач, но анализ ее истории доказывает, что она способна достойно справиться с любыми сложностями и преодолеть самые серьезные проблемы. Основы для этого передаваемые из поколения в поколение традиции российской присяжной адвокатуры, организационное единство, независимость, постоянное самосовершенствование.